и снова здравствуйте сегодня хочу поговорить о трендах на осень 2018 вы знаете что я не то чтобы слежу за трендами в плане я не покупаю себе часто трендовые вещи у меня есть свой стиль и я двигаюсь в этом направлении как бы особенно не делаю шаг влево шаг вправо но так как в инстаграм в директ девочки мне писали что было бы интересно рассмотреть эту тему я решила сегодня высказать свое мнение по поводу трендов на осень 2018 года итак в первую очередь хочу начать с того откуда берутся тренды итак первые транссеттеры появились в париже в конце 50-х годов в основном это были люди искусства либо светские дамы они имели возможность путешествовать в другие страны там вдохновляться модой и культурой этих стран применять какие-то новые вещи дизайны и так далее в свой гардероб и становиться законодательницами моды тех времен в наши дни выявлением и анализом мировых трендов тенденции занимается специальный тренд бюро и основные принципы работы тренд бюро это сбор и анализ информации о новых направлениях в мире моды определение 4 5 основных макро трендов и далее составление тренд буков но тренд буки используют дизайнеры а мы обычные люди которые интересуются модой берем вдохновение в показах фэшн показах и со стрит стайлов и вот кто интересуется этим направлением девочки оставлю ссылку внизу на приложение где вы можете смотреть очень интересные стрит стайлы я именно на эту вкладку оставлю ссылку и показы дизайнеров оставлю очень удобное приложение где вы можете смотреть все коллекции по любимым дизайнерам и не только все приступаем к трендам осени 2018 первый такой макро тренд это анималистический принт его можно любить либо не любить некоторые считают что он выглядит достаточно вызывающе и немногие могут осмелиться на то чтобы его носить если для вас тумач носить его в одежде можно сделать акцент на каких-то аксессуарах сумках либо головных уборах наиболее легко комбинируется естественный классический леопардовый принт с любой одеждой которая есть в гардеробе у каждой девушки с черными вещами какими-то песочными натуральных оттенков очень красиво смотрится и немного сглаживает этот агрессивный много с таким сексуальным подтекстом принт имитация леопардова принта впервые встречается в древнем египте то есть они носили именно не шкуры а переносили на ткань эту леопардовую расцветку далее на уровень высокой моды леопардовый принт вводит кристиан диор в 1947 году также в голливуде были попытки в 20 1925 30-х годах носить анималистический принт это были такие законодательницы моды как жаклин кеннеди поэтому называть леопардовый принт трендами что это немного неуместно неправильно он всегда актуален главное умело его обыграть чтобы это не выглядело пошло дальше следующий тренд это кожа а именно кожаное платье это очень сексуальный тренд с ним необходимо быть аккуратной то есть нужно сгладить простой обувью без каблука и не кричащими аксессуарами образ это очень хорошо получилось у виктории бекхэм так как кожа создает ощущение что на нас нет одежды то есть она гладкая плотно прилегает кожи блестящая очень тонкая в общем об этом тренде также есть сексуальные подтексты поэтому с ним нужно быть немного аккуратной чтобы не выглядеть вызывающе также считаю что кожа всегда в моде находится поэтому называть трендом но это такой больше маркетинговый ход дальше следующий третий тренд это одежда в клетку у нас наши дни клетка ассоциируется с шотландией ассоциируется с клеткой нова торговой марки барбари что касается клетки она возникла еще очень давно точно также во времена древнего египта и более этого клетку носили еще в древности японские самураи большую роль в популяризации клетки сыграли именно панки в семидесятых годах присвоили себе клетку сделали ее символом бандарства и воинственности вернее панки это не сами сделали они это сделали под руководством vivienne westwood в семидесятых годах если вы следите за модой либо за творчеством vivienne westwood я думаю вы знаете что ее мужем был продюсер группы sex pistols и в 76 году они даже делают специально коллекцию одежды для группы sex pistols поэтому vivienne westwood возродила клетку и тогда на пике было такое направление в музыке как панк в общем она была актуальна в семидесятых в древние времена и остается актуальной по сей день только с клеткой нужно быть аккуратным потому что она может визуально сделать фигуру либо красивее либо наоборот испортить ее следующий тренд это одежда в полоску но в этом сезоне осенью в 2018 модно полоска немного такая знаете которые обивали раньше матрасы много такая матрасная полоска то есть это необычная не классическая а немножко с изюминкой средние века одежду в полоску носили нарушители правопорядка и те кто выбился из нормы палачи проститутки цыгане коллеги и так далее 1977 год это официальный год рождения полосатого американского флага поэтому на моду прямо влияют политические либо другие события во внешнем мире и это подхлестнуло к тому чтобы в моду вновь вернулась полоска в двадцатых тридцатых годах также полосатые костюмы носили гангстер они предпочитали черные шерстяные костюмы в мелкую полоску с немного таким блестящим отливом они носили двубортные пиджаки брюки либо предпочитали тройку костюм тройку в полоску вот очень красиво получилось воссоздать сымитировать и немного обыграть в новом направлении такой костюм и дальше габану следующий тренд это оверсайз вернее он уже на протяжении многих лет остается трендом и основным направлением в одежде но в этом году актуален именно утрированный оверсайз не то что словно эта одежда с чужого плеча либо с плеча вашего парня а такое ощущение что эта одежда на пять размеров больше чем вам необходимо то есть максимальный максимальный такой утрированный оверсайз в моде кстати оверсайз в моду вели в 80-х годах рэперы они носили одежду футболки украшение все такое массивное больше нормы больше чем было необходимо еще один тренд который остается уже не первый сезон с нами это шубы из искусственного меха очень многие дизайнеры этой осенью сделали такие шубки в очень ярких цветах то есть есть выбор на любой вкус если вам этот тренд по душе далее следующий тренд это патчворк честно говоря давно не могу припомнить такой тренд когда он был актуален я думаю он понравится тем людям которые любят яркую одежду нестандартную какое-то здесь должно быть направление хиппи ну и вообще те кто не боится ярких красок многие дизайнеры обратились к патчворку вдохновлялись этой идеей и создали одежду верхнюю юбки свитера в том числе и дом кристиан диор дальше следующий тренд это многослойность слоев очень много их не просто много их чрезвычайно много я не знаю как можно сохранить прямую осанку но сейчас столько слоев одежды многослойность была у таких брендов как ведьмо я думаю вы слышали про дельну гвасале это грузинский дизайнер который взорвал мир моды вот если вам близко такое направление у вас есть уникальная возможность этой осенью отличиться все мальчишки и девчонки надеюсь что вам понравилось это видео о трендах которые для вас выбрала подобрала понравились картинки и визуализация к этому видео к некоторым фото я подобрала именно цены с официального сайта сколько стоят те или иные трендовые вещи в люксовых домах чтобы вы не ходили по сайтам не тратили время имели приблизительное представление о стоимости этих трендовых вещей в люкс сегменте я надеюсь что вам понравились какие-то выжимки из истории не хотела чтобы это видео было таким сухим просто тренды 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 а на самом деле откуда берутся эти тренды кто составляет для нас эти тренды и вообще где можно вдохновляться все ссылки будут внизу также я хотела еще сказать вам заходите смотрите обязательно мой видео о жизни коко шанель это видео не о маленьком черном платье там действительно очень много времени на поиск интересной информации о которой мало кто знает если вы прям не интересуетесь жизнью коко шанель все на этом буду прощаться поддержите меня пальчиком вверх пишите ваши комментарии чтобы вам было еще интересно узнать о мире моды я постараюсь сделать такие видео до скорой встречи всем пока